а я напоминаю всем кто только что включил свои телевизоры что вы находитесь на 22 кнопки это телеканал актив с программа новый день как вы уже заметили сегодня я в этой студии нахожусь один девчонки наши уже давным-давно отмечают праздник отдыхают но женским вниманием я не обделен прямо сейчас наша студия наполнилась красотой и талантами потому что у нас гостях очаровательная и очень одаренная ученица 24 школы полина скрябикова вместе со своим наставником и любимым учителем еленой владимировной здравствуйте очень рады видеть вас в нашей студии и самый первый вопрос полина мы искренне гордимся твоими успехами ты стала победительницей всероссийского конкурса пробуждая сердца посвященного памяти известного актера василия ланового а вот вопрос такой расскажите как это было ну это было просто замечательно восхитительно все началось с того что до этого два года подряд я уже принимала участие в этом замечательном конкурсе в этом году мне посчастливилось стать победителем этого конкурса потому что сначала когда оглашают результаты не объявляют места и вот я приехала в москву а я благодарю конечно бессмертный полк россии организаторов данного конкурса потому что были просто замечательные как бы условия и интересная программа в москве нам проводили экскурсии но самый первый день был самым таким мощным потому что где-то в 9 утра мы уже выехали в музей победы где нам провели два мастер-класса первый мастер-класс проводился михаилом гавриловым это оперный певец петербурга и голос бессмертного полка россии а далее мастер-класс проводил дмитрий дюжев дмитрий петрович вот это было конечно просто замечательно и как удивительно что он меня вспомнил и узнал потому что мы ранее с ним уже встречались на кинофестивале дух огня два года назад я тоже победила в конкурсе чтецов читалкин и как раз таки все финалисты приглашались на уже такое торжественное мероприятие выступить на кинофестивале самом настоящем где были и актеры и наши звезды и режиссеры и вернемся к москве собственно после наших уроков по сценическому мастерству начался сам гала-концерт где на сцену пригласили уже ирину купченко она сказала что я заняла первое место очень похвалил меня и сразу же после того как я узнала что я оказалась лауреатом первой степени и конечно что же написала позвонила своей замечательной любимой учительницы елене владимировне потому что она очень поддерживала поддерживала меня и переживала да друзья замечательно ангарск вот смотрите какие звездочки у нас гордитесь и сразу же вопрос елена владимировна вам как вы заметили талант полины в какой момент вот говорят есть талант от бога дар от бога но моя задача была только заметить как вы правильно сказали и дать девочки но я не знаю зеленый свет что ли хотя как вы видите вот полина настолько уверенный в себе человек что но я как такая небольшая гранка к этому прекрасному алмазу я естественно всячески поддерживаю я ее поощряю иногда мы с ней да и не иногда практически каждый день советуемся что выбрать как это прочитать ну вообще она такой человек самодостаточный откровенно говоря а вот помимо литературного дара у полины отличные актерские способности это правда естественно я заметил этот талант сразу как только мы изучали пьесу чехова вишневый сад и я дала ей роль ани и и когда все читали про лям ну так это вот уже готовая аня ее можно выпускать на сцену талант и дальше мы просто вот как-то мгновенно сблизились и я посмотрела но это вот уже человек который к сцене готов мы наверное увидим ее и на сцене и на экранах какое будущее вы видите у полины будущее самой звезды может быть вот это кого-то шокирует что это но я просто его вижу действительно вы сказали я его вижу я ее вижу рядом с тем же дмитрием петровичем дюжевом с той же ириной петровна и купченко ну и с другими талантливыми людьми а вот потому что она не комплексует но в хорошем смысле да она тактичный человек она очень тонко чувствующий человек понимающий грани вот какие можно переходить какие нельзя но тем не менее вот ее заметили заметили не случайно и заметили ну скажем справедливо спасибо вопрос полине полина а ты сама с чем бы хотела связать свою жизнь ну вообще я с детства с четырех лет занимаюсь танцами народными танцами во дворце культуры нефтехимик и возрасте восьми или девяти лет когда я стала победительницей в конкурсе мне снегурочка меня заметила режиссер ирина зноба и с того момента я уже начала играть в сказках быть ведущей каких-либо концертов дворца ну и конечно тогда уже стало ясно родителям что ну наверное что-то все-таки такое актерское есть и на танцах все как бы получалось слава богу ну и конечно мне бы очень хотелось поступить мы мечтается поступить в театральный в москву либо же петербург но я не отрицаю этого факта и естественно буду подавать документы на филологический факультет потому что я восхищена и елена владимировна и и работа ее безграничной любовью каждому ученику она никогда никому не откажет каждому поможет и может быть и буду подавать документы в хореографический вот может быть стать хореографом народного танца либо же уже исполнителем в ансамбле березка такие мечты здорово и вытекающий из этого следующее не вопрос даже о предложении мы не можем просто отпустить тебя без выступления для наших зрителей давайте в честь такого замечательного международного женского дня я прочитаю свой выигрышный триумфальный монолог агафьи тихоновны из пьесы николая гоголя женитьба право такое затруднение выбор ну вот если бы еще один два человека а то четыре как хочешь только выбирай так никонор иванович не дурен хотя конечно худощав иван кузьмич тоже не дурен да и если правду сказать иван павлович тоже хоть и толст но зато очень видный мужчина прошу покорно ну как тут быть а а болтазар болтазарович опять мужчина с достоинствами ой ой ну уж как трудно решиться даже рассказать нельзя как трудно а если губы никонора ивановича да приставить к носу ивана кузьмича да добавить сколько-нибудь развязности какая болтазара болтазарыча да при этом пожалуй добавить до родности ивана павловича я бы тогда тотчас же решилась а теперь поди подумай просто даже голова стала болеть а я думаю лучше всего кинуть жребий положиться во всем на волю божию господи помоги кто выкинется тот и муж напишу их на бумажках свернув трубочки и будь что будет ой ну такое несчастное положение девицы а особливо то еще влюбленный но вот из мужчин никто не войдет в это да они вообще никогда не поймут все все уж готовы остается зажмурить глаза и путь что будет ой страшно ах если бы бог дал чтобы ой попался никонор иванович ну а чего же это никонор иванович нет лучше уж лучше уж иван куземич ой ну а чего же это иван куземич а чем же худо те другие все вот кто выпадет тот и будет раз два два ой ну всех всех вытянуло а сердце то так и колотится спасибо очень здорово очень талантливо я аплодирую мы аплодируем я уверен что наши зрители тоже аплодирует вам огромное спасибо что украсили наш предпраздничный эфир от всей мужской половины нашего телеканала поздравляем вас с наступающим праздником всего вам самого-самого наилучшего исполнения всех желаний спасибо марта спасибо 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 спасибо